Об этих заболеваниях наверняка слышала каждая мама. Сегодня в передаче «Здоровье» на телеканале КАСПИ-ТВ мы будем говорить о самых распространенных диагнозах в детской неврологии. Коснёмся таких заболеваний, как перинатальное поражение центральной нервной системы и повышенное внутричерепное давление. Говорить об этих заболеваниях мы будем с нашей сегодняшней гостью. Это врач-невропатолог поликлиники «Целитель» Мусаева Рейсат Магомедкадиевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Переходя сразу к тематике разговора, мы давайте первым делом коснёмся перинатальных поражений центральной нервной системы. И зачастую этот диагноз очень часто ставится у нас в республике. И вот хотелось бы узнать, что же это такое? Перинатальное поражение центральной нервной системы – это большая группа различных по причине происхождения поражений головного и спинного мозга, которые возникают в период беременности, во время самих родов и первые минуты жизни ребёнка. А как часто Вы сталкиваетесь в своей практике с этим? В нашей практике почти всем детям месячного возраста первый приём у невролога у нас происходит в месяц. И почти 90% детей у нас идут с этим диагнозом. Если даже нет никаких назначений, мы пишем перинатальное поражение, наблюдение, если даже ничего не назначаем. Потому что этот диагноз ставится на основании данных анамнеза, узи головного мозга, обследования окулиста. Всё это в совокупности даёт нам понятие о степени тяжести поражения головного мозга. Поэтому абсолютно здоров деткам мы почти не ставим. Очень редко. А основные причины возникновения этого заболевания? Причин очень много. Гипоксическое поражение центральной нервности системы, травматическое поражение, инфекционное поражение. Гипоксия – это недостаток кислорода внутриутробно во время беременности. Острая асфиксия плода, то есть во время родов недостаток кислорода. Травматическое повреждение – это непосредственно механическое повреждение тканей мозга, которое тоже возникает во время родов головного и спинного мозга. Может быть сочетанное гипоксическое и травматическое повреждение головного и спинного мозга. Причин очень много. Например, соматические заболевания мамы. Это всё сказывается на ребёнке во время беременности. Инфекционные, хронические или острые инфекционные заболевания, которые тоже происходят с мамой во время беременности. Наследственные заболевания с нарушением обмена веществ, сахарный диабет, гипертония, гипотония. Всё это сказывается на ребёнке. Травматические роды, то есть когда во время родов головка ребёнка задержалась в родовых путях, или наоборот слишком быстрые, стремительные роды. Применение родовспоможения, это щипцы акушерские, всё это как бы относится к травматическим поражениям. Огромное количество факторов получается, которые приедут? Да, очень много. Инфекционный фактор, инфекционный агент. У детей маленьких внутриутробно ещё до трёх месяцев не сформирован плацентарный барьер. Поэтому все эти инфекции, таксоплазмоз, цитомигаловирус, герпес, хламидии, ну и другие, они проникают через этот барьер. Всё это выливается в такие генерализованные поражения центральной нервной системы в виде пороков развития головного мозга, других органов. К трём месяцам, когда этот барьер сформирован, уже не такие они будут тяжкие повреждения, но всё-таки это выльется в... ребёнок выразится незрелым, преждевременно, с внутриутробной гипоксией. Вот говоря о диагностике данного заболевания, какую диагностику можно будет проходить? Диагностика пилинтального поражения центральной нервной системы основывается... Самое главное — это сбор анамнеза, врачебный осмотр и дополнительные методы обследования. Это обследование окулистом глазного дна, нейросонография или, проще, УЗИ головного мозга. Врачебный осмотр проводится неврологом первый раз в поликлинике, это в месяц. Мы выясняем анамнез у мамы, как протекала беременность, роды, первые минуты жизни ребёнка. В общем, нужно постараться как можно подробнее всё расспросить, как протекала беременность, токсикозы, отёки, анемия. В общем, всё это сказывается на ребёнке. Бывает обменная карта, выписка из родильного дома, где всё это расписано. Её тоже иметь при себе. Затем врачебный осмотр. Мы осматриваем ребёнка, смотрим на мышечный тонус, рефлексы, оцениваем состояние ребёнка, выполняет ли ребёнок то, что должен выполнять в месячном возрасте, рефлексы новорожденных и судим по осмотру тяжести поражения центральной нервной системы. Дополнительные методы – это обследование окулистом глазного дна. На глазном дне могут быть изменения сосудов, расширены, сужены, полнокровные вены. Это говорит о том, есть ли давление у ребёнка, нет ли его. Нейросонография – это ультразвуковое обследование головного мозга. Тоже позволяет нам оценить состояние ребёнка, тяжесть состояния ребёнка. Вот вы говорите, проходит обследование ребёнок месячный у невропатолога. А вот может ли мама как-то сама определить наличие какой-то патологии, может, у ребёнка, скажем так? Конечно, может. Если ребёнок беспокойный, беспричинный, постоянный плач, плачет ребёнок ночью, днём, можно заподозрить, что у ребёнка давление внутричерепное, и обратиться к врачу. Ребёнок часто срыгивает. Срыгивает ребёнок, конечно, не всегда из-за давления, просто не подходит смесь, молоко матери. Но срыгивания могут быть из-за давления тоже. Какая ещё симптоматика может насторожить родителей? Насторожить может дрожание ручек, ног, подбородка у ребёнка, постоянное вздрагивание во сне ребёнком, плач, я уже сказала, беспричинный, сильный плач ребёнком. Или плохо сосёт ребёнок, ослабленный рефлекс, сосательный, глотательный. Расскажите нам, пожалуйста, как же проявляется перинатальное поражение центральной нервной системы? Перинатальное поражение центральной нервной системы проявляется различными синдромами. Это синдром угнетения, синдром нервно-рефлекторной возбудимости, гипертензионно-гидроцепальный синдром, синдром вегетовесцеральных нарушений. Каждый синдром может быть или отдельно один, или сочетание нескольких синдромов. Например, синдром угнетения, когда ребёнок снижена двигательная активность, ребёнок вялый, гипотония, то есть снижение мышечного тонуса, снижены рефлексы сосания, глотания. Ребёнок не показывает рефлексы, которые мы должны вызвать в месяц, в месячном возрасте. Синдром нервно-рефлекторной возбудимости, когда ребёнок напряжённый, гипертонус, повышение мышечного тонуса. У ребёнка может дрожать подбородок, ручки, ножки, вздрагивание по ночам. Синдром гипертензионно-гидроцепальный. Для постановки этого синдрома необходима нейросонография. Когда происходит расширение ликварных пространств, накапливание жидкости, тогда мы ставим этот синдром. Тут характерны нарастания размеров головы больше, чем на 1 см в месяц, выбухание родничков, неизвращение сагитальных корональных швов черепа, выраженный сосудистый рисунок на голове, симптомы грифы, когда ребёнок широко открывает, пучит глазки, синдром заходящего солнца. Ребёнок часто плачет, очень беспокойный. Особенно в вечернее и ночное время, когда ребёнок в горизонтальном большем положении, происходит застой венозный и нарастает давление ликвара. Поэтому ребёнок становится более беспокойным. Судорожный синдром, когда непроизвольное подёргивание головой, ручками, ножками. Судорожный синдром вегетовесцеральных дисфункций – это нарушение работы внутренних органов, нарушение регуляции тонуса сосудов, то есть нарушение работы желудочно-кишечного тракта, частые запоры, срыгивание у ребёнка, вздутие животика, нарушение работы сокращения ритма дыхания, сердечных ритмов, неравномерная окраска кожных покровов, так называемая мраморность кожных покровов, такие разводы на коже бывают синего цвета. Вот Вы перечислили столько симптомов этого заболевания. Чем же это всё может осложниться? Ну, осложниться. Вот в основном все эти синдромы, они потихонечку, к году у ребёнка исчезают. Остаются незначительные проявления после года. Осложнениями тяжёлого перинатального поражения центральной нервной системы являются такие заболевания, как гидроцефалия, эпилепсия, детский церебральный паралич, который ведёт к инвалидизации, тяжёлые диагнозы. Ну, таких детей уже с роддома можно по анамнезу, потому что вот ребёнок родился тяжёлый, уже в роддоме им назначается лечение, потом эти дети переводятся в отделение патологии новорожденных, там назначается лечение. И невролог проводит эти курсы повторно, несколько раз в течение года жизни ребёнка. Говоря о методах лечения, что в первую очередь Вы посоветуете и вообще что рекомендовано делать в таких случаях? Ну, если это тяжёлые детки, ещё в роддоме проводится интенсивная терапия этим детям. Борются с судорогами, с нарушениями ритма дыхания, сердца, искусственная вентиляция лёгких проводится этим деткам. Потом их переводят в отделение патологии новорожденных ДРКБ, там уже назначаются сосудистые препараты, ноотропные препараты, витамины, если есть необходимость противосудорожные, то есть препараты, которые питают мозг. Если есть давление, то дегидратация, мочегонные препараты. И уже дальше невролог наблюдает в поликлинике, пять раз этот ребёнок должен быть осмотрен неврологом, и назначаются те же курсы препаратов, повторными курсами. Мы не обязательно одно и то же, мы, конечно, меняем, ну, смотря по ребёнку. А существует ли какая-либо профилактика данного заболевания? Профилактика. Ну, профилактика, наверное, первичная профилактика, это чтобы подростки были здоровы, чтобы мамы следили за здоровьем будущих мам, будущих пап. Вовремя их обследовали, лечили. Вторичная профилактика, это уже борьба во время беременности, родов, чтобы были нетравматичные роды, чтобы следили за беременностью гинекологи, да, как протекает беременность, чтобы нетравматичные роды были, чтобы после родовом периоде тоже эти дети были вовремя осмотрены неврологом, вовремя назначено лечение адекватное. Что же такое на самом деле повышенное внутричерепное давление? Внутричерепное давление, чтобы понять, что это такое, нам нужно знать хотя бы элементарную анатомию головного мозга. Головной мозг окружен оболочками, между ними находится суборахноидальное пространство, то есть пространство, которое содержит ликвар, цереброспинальную жидкость. Внутри головного мозга тоже находятся ликварные пространства, это желудочки, боковые, четвертые, третьи желудочки, все это сообщается между собой. И давление ликвара на структуры мозга, это и называется внутричерепным давлением. А основные причины его возникновения? Причины у маленьких детей, у грудных детей, это те же отягощенная беременность, гипоксия внутриутробная, травматичные роды, внутриутробные инфекции, вот это всё может дать внутричерепное давление ребёнку. И хотелось бы затронуть, конечно, симптомы, которые родители сами могут определить у своего ребёночка. Ну, симптомы у маленьких детей – это беспокойство, плач беспричинный, постоянный ребёнок сытый, сухой, но он плачет, постоянно беспокойный. Это срыгивания могут быть, нарастание размеров головы, я об этом уже говорила, неизвращение сагитальных коронарных шов костей черепа, выбухание родничка, напряжение большого родничка. Ну, всё это мамы знают, они все читают в интернете сейчас, и очень часто приходят, вот у нас такой родничок, он выбухает, напряжённый. Все мамы сейчас грамотные. И то есть сами предварительно себе уже ставят диагноз? Да, они приходят, у нас давление, вот что нам делать? Как часто происходит такое, что мамы сами приходят с таким диагнозом? Ну, очень часто. Вот сейчас, например, в интернете всё есть. Этапы развития ребёнка, любое заболевание можно открыть и прочитать, что же это такое. И они часто, мамы маленьких детей до года, они смотрят, что должен ребёнок делать, месяц, два, три. И приходят, вот, например, шесть месяцев, мой ребёнок не поворачивается, там, не сидит. И очень правильно делают, потому что лучше вовремя всё это корректировать, чем запускать. Вот в данном случае, если у нас диагноз повышенного надречерепного давления, какое обследование нужно проходить? В первую очередь у маленьких детей это окулист, глазное дно, нейросонография. На обследование окулиста окулист заглядывает в полость черепа, через зрачки и оценивает состояние сосудов, артерий, вен. И по этим обследованиям мы судим, есть давление или нет. Нейросонография – это УЗИ головного мозга, я уже говорила про это, тоже помогает нам в этом. При нейросонографии можно выявить расширение ликварных пространств, то есть накапливание жидкости внутри головного мозга и уже ставить диагноз гипертензионно-гидроцессуальный синдром. Вы сами проводите в поликлинике целитель данное обследование, так? Да, я провожу это обследование уже давно. Как давно, если можно? УЗИ головного мозга я делаю уже 5 лет. Уже 5 лет. Вот про саму эту процедуру можно немножко поподробнее рассказать? И вот зачастую многие мамы боятся проводить такое обследование, то есть это вредно это или нет. Вот что вы можете в этом? Ну, УЗИ головного мозга – это ультразвуковая волна, это механическое колебание высокой частоты. Никакой лучевой нагрузки оно не несет. Единственное там тепловое излучение, можно сказать. И абсолютно безопасный метод обследования. Необходимо его проводить три раза в течение первых шести месяцев ребенка. В месяц, в три и в шесть. А еще желательно, если даже в роддоме его делали бы. Но у нас это не получается. Очень редко его делают, если детки тяжелые, с отягощенными родами. Только тогда проводятся в роддоме. И неправильно, что вот сделали один раз УЗИ мамы, говорят, а мы уже сделали, у нас там все хорошо. Это неправильно, потому что через полтора-два месяца там все может измениться. Поэтому его делают в динамике несколько раз. А если это такое тяжелое заболевание, как гидроцефалия, то каждый месяц делается это обследование. Нужно обязательно его делать, потому что мы там должны измерять все эти пространства. Подходит ли лечение, помогает ли лечение. Поэтому его делают часто, каждый месяц при гидроцефальном синдроме. Говоря о повышенном внутричерепном давлении, каково будет лечение при данном заболевании? Лечение основное – это дегидратация препаратов, которые выводят лишнюю жидкость из полости черепа. Поэтому очагонные препараты, глицерол, диакарм. Но наряду с ними назначаются обязательно и наотропные сосудистые препараты, потому что когда жидкость накапливается, это все давит на структуру мозга, и мозг не развивается так, как он должен развиваться. Поэтому мы должны стимулировать и назначать вот эти препараты. Витамины, сосудистые, наотропные препараты. А вот для самого ребенка внутричерепное давление какие осложнения он может нести? Осложнение – это в первую очередь гидроцефалия. Если это не лечить, то нарастает, накапливается жидкость в головном мозге. Это может привести к необходимости операции вентрикулоперитониальное шунтирование, когда эту жидкость уже выводят при помощи эндоскопической операции. Вводится шунт, и ребенок вот с этим шунтом живет. Причин гидроцефалии очень много. Она бывает разная. Бывает окклюзионная, бывает наружная, внутренняя, смешанная. Это уже надо разбираться специалисту в причинах, и какое лечение именно к этой гидроцефалии подбирать. Бывает гидроцефалия, связанная с нутриотромными инфекциями. Тут в первую очередь нужно лечение инфекциониста. Потому что если невролог лечит это заболевание без инфекциониста, то толку тоже эффекта не будет от этого лечения. То есть комплексный подход? Конечно. Обязательно инфекционист должен консультировать такое. Если на УЗИ есть какие-то изменения, на УЗИ головного мозга, я обязательно отправляю к инфекционисту. Пусть она тоже посмотрит, обследует, есть ли какие-то с ее стороны заболевания. Сейчас мы говорили о повышенном внутричерепном давлении, преимущественно у детей до года. А как обстоит дело у более взрослых детей? У взрослых детей тоже, конечно, очень часто встречается этот диагноз. Он проявляется у детей частыми головными болями. Головные боли бывают в основном по утрам или вечером, ночью. Дети просыпаются, жалуются, что болит голова, спать не могут. Слабость, утомляемость может быть у таких детей. Их тоже нужно обязательно обследовать. Даже маленькие дети, которые ходят в садик, могут жаловаться на то, что болит голова мама. Ну, конечно, не обязательно. Головная боль – это внутричерепное давление. Его нужно обследовать и выяснить, есть ли оно там или нет. Причиной головных болей могут быть и заболевания лор, врача. Поэтому нужно диагностировать. Заболевания, перенесенные ОРВИ, ОРЗ, тоже могут дать головные боли. Во время этих заболеваний тоже у детей часто болит голова. А с нашей стороны, таким детям мы, опять же, отправляем на глазное дно. Старшим детям делаем УЗДГ, ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга. Это обследование помогает выявить сужение, стынос, есть ли сосудов, или, наоборот, давление внутричерепное. Состояние сосудов головного мозга выявить ранние стадии нарушения работы сосудов головы, шеи. Часто головные боли могут быть связаны с остеохондрозом у детей. Остеохондроз у детей тоже бывает. Сейчас он ставится и даже и маленьким детям. Причиной головной боли может быть остеохондроз. Если мы выявили его на УЗДГ, на обследование окулиста, то, соответственно, проводим лечение курсами. Наотропы, витамины, сосудистые препараты. Рассет Макомедкаденина, хотелось бы услышать от вас, как от специалиста, пару советов нашим родителям. Ну, наверное, главный совет – это будьте внимательны к своим детям. И маленьким, и большим. В грудном возрасте следите за ними, за их развитием. Все ли у них в порядке. Статико-моторное, предречевое, речевое развитие. Дети постарше, наверное, следите за тем, чтобы они не сидели постоянно за компьютерами, планшетами, телефонами, побольше гуляли на воздухе, потому что это тоже может быть причиной частых головных болей детей. Сейчас в основном дети все сидят дома и даже не гуляют на улице. Смотришь, ходишь по улицам, никого нет. Главное – это здоровый образ жизни, прогулки, занимаются пусть спортом дети. И тогда меньше будет обращений к невропатологу детскому. Раиса Магомед Кадеевна, спасибо, что Вы пришли к нам на передачу. Я также присоединяюсь ко всему вышесказанному нашему доктору. Берегите себя и своих детей. Всего Вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова